Здравствуйте! Добро пожаловать на площадку Баку-нетворк. Сегодня мы будем проводить видеоконференцию, связанную с очень важной темой. Темой важной не только для нашей страны, а для Азербайджана. Эта тема выходит за рамки Азербайджана, охватывает не только регион, но и весь мир. Это тема, посвященная наследию Кавказской Албании. Десять лет тому назад, по поручению азербайджанского правительства, Академия наук, большая группа специалистов Академии наук, совершила визит в Щекинский район, в село Киш, где начались работы по реставрации древнейшей христианской церкви, в селении Киш. И этот пример, конечно, в тот период, когда Азербайджан только залечивал свои рамы, связанные с войной. Тогда не было колоссальных ресурсов финансовых. Но, несмотря на это, Азербайджан совершил большой шаг, который имеет историческое значение. Историческое значение компании, что Азербайджан, страна, где населенное преимущество с мусульманским населением, пошла в сторону малочисленного, но одного из древнейших народов Кавказа, в сторону Албан-Удин и других народов, которые населяли историческую Кавказскую Албанию, христианского вероисповедания. И реставрировала, открыла церковь. Я думаю, что это на арене мировой истории может быть беспрецедентный случай, когда страна, которая занята вопросами, проблемами для оккупации 20% территорий, страна, которая залечивала раны, страна, которая должна была и обеспечивала жизнеспособность миллионов беженцев. В то же время она протянула руку малочисленной, но родной нам для Азербайджана, в диналбанской общине и в сложные периоды бедствий, когда Азербайджан только становился на ноги, это состоялось. Прошло 10 лет с того периода, у нас очень сильные традиции албановедения, наши ученые, я бы хотел отметить покойного Дива Бунятова, хотел бы отметить слуги Фариды Хану и всех других ученых, в том числе ученых, которые присутствуют на этой конференции. Я бы хотел вспомнить покойного Жору Кокочари, востоковеда Удина по национальности, который был, можно сказать, моим учителем. Он мне приоткрыл глаза на часть истории нашей родины, Азербайджана. И, конечно же, здесь вопрос стоит не наследие одного народа, это наследие цех народов, которые населяли Азербайджан в период христианства. И это наследие Азербайджан сохранил и в лице удинской общины, малочисленной. И это, я считаю, что пример для очень многих стран, которые пытались всяким образом ассимилировать эту общину, переподчинить своей церквям. Это мы видели очень большие страны, наши соседние, они были в этом тоже заинтересованы. Надо отметить Армению, которая оккупировала территорию, выдает албанские церкви за армянские церкви. Это все, я думаю, на этой конференции прозвучит. Я не буду долго говорить, я хочу предоставить первое слово Махабдадханам. Она у нас профессор, она возглавляет Центр исследований мультикультурализма при Институте экономики. Это очень важный центр, она предоставляет ей слово. Махабдадханам, прошу вас. Махабдадханам, это очень важно. Кавказ, Кавказ, Кавказ. Продолжение следует... 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 И они учатся. Продолжение следует... 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 Мы хотим ваше мнение, впечатление по тем вопросам, которые здесь будут обсуждаться. Прошу вас. Продолжение следует... Академия наук, Азербайджанское государство, президент Азербайджана. В последние годы Бакинский центр мультикультурализма. Это огромная, это великая работа. Я могу вспомнить, вот в 70-е годы, когда я еще был студентом, когда Варашин Мельма, он мне говорил, что 50 человек, да, такая работа по истории Азербайджана, Кавказской Албании, что нужно 50 человек на 50 лет такая работа. Он тогда пророчески все эти вещи видел, наверное, верил, что наступят такие времена, когда у Азербайджана действительно была и есть великая древняя история наравне с античными цивилизациями, цивилизациями Древнего Востока. И то, что в последние годы делают азербайджанские ученые, вам большое спасибо. И что я еще могу сказать? Конечно, с одной стороны, наша история, это наша боль, конечно, и с другой стороны, наше восхищение, да. То, что мы вот этот плац сегодня поднимаем, это прекрасно. Конечно, и я, видите, выступаю эмоционально. С одной стороны, я, конечно, и переживаю, и больше, что я далеко не очень, да, помогу. Помочь, конечно, Азербайджану, родному краю вернуть эту великую историю. И азербайджанская наука, история, и сама республика должна занять вот то достойное место, которое исторически и сегодня заслужили. В Азербайджане великая культура, история, литература, музыка. Это все я прекрасно знаю, скажем, в советских времен. И здесь, в Волгограде, постоянно выступление среди общин, эти моменты подчеркиваю. Даже на этих праздниках читаю стихи Низами, Несими, приходит Самеда Вургуна, русских писателей, которые писали об Азербайджане. Теперь, конечно, я благодарен, что азербайджанские ученые за последние десятилетия сделали такую великую работу. Конечно, восхищен деятельность Зия Бунядова, нашей Фариды Мамедовой, современницы. Она действительно совершает и совершила великие поступки. В этих сложных условиях она подняла вот этот огромный плац, как бы возродила албанистику. И сегодня, скажем, это существует, это есть, признано не только азербайджанскими, но и зарубежными учеными, российскими учеными. Все это есть, это работает. Эту работу надо, конечно, продолжать. И теперь конкретно чуть-чуть, я долго не буду, конечно, я стараюсь рассматривать, развивать философские аспекты этой проблемы. Азербайджанского мультикультурализма, толерантности, самой философии азербайджанства, что такое азербайджан, что такое многонациональный азербайджанский народ, какова идентичность. Вот Майабет Хан подчеркнула, на протяжении тысячелетий люди разных культур, разных национальностей, разных религий в Азербайджане жили они вместе, жили в гармонии, действительно в прекрасных отношениях. Только, вы понимаете, это трагические события 20 века, здесь внесли, конечно, серьезные проблемы. И мы над этим должны, конечно, восстановить. Я помню, что Гейдар Алиев в 90-е годы говорил о политике азербайджанства, о формировании азербайджанской нации. Я считаю, что в рамках философии азербайджанства мы должны эти моменты развивать. Это что важно, что Азербайджан является родиной для всех народов, которые проживают на этой территории. Да, формируется азербайджанская нация, это долгий процесс. Есть, да, есть этнический представитель разных национальностей. Но азербайджанская нация обозначает, что каждый человек, каждый гражданин Азербайджана должен беречь все ценное, то, что есть в Азербайджане. Беречь историю, культуру, традицию. Бороться за территориальное, постановление территориальной целостности Азербайджана. Потому что историческое справедливость на стороне Азербайджанской республики, так и национального азербайджанского народа. Это долгая, серьезная тема. Спасибо, что вы сказали, нас ждет будущая научная конференция. И, конечно, тогда я и постараюсь более наглядно не занимать вам время. А сейчас еще раз хочу поблагодарить, что вы действительно поднимаете эту проблему. Десятилетие Тиша – это событие всемирно-исторического значения. И благодарю вас за эту работу. Спасибо всем вам. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Вичерт. Вы затронули очень наши патриотические нотки. Спасибо вам. Вы есть наш представитель нашего народа, Болгограде. Вам желаем всего успехов в вашей научной и личной жизни. Я бы хотел затронуть тему. Здесь каждый выступающий говорит о центре мультикультурализма. Здесь Срединаз присутствует директор Международного Бакинского центра мультикультурализма, Раван Мэлим Хасанов. Раван Мэлим, мы, как мы знаем, мы будем с вами нашим зрителям. Вы уезжаете такие вещи. Продолжение следует... 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 Есть необходимость создания общей концепции, понимания того, на основе чего мы работаем и к чему идем. Это очень важно, это поможет не только разоблачить армянские фальсификации, но и нам самим иметь какую-то программу для деятельности на многие годы вперед. Я, наверное, больше сосредоточусь на фальсификациях. Все участники прекрасно знают, что одним из центральных элементов культуры и духовности Кавказской Албании является Ганзасарский патриархат, его наследие, храмы Ганзасара, которые, к сожалению, сейчас находятся под оккупацией армянской, и они подверглись многократным фальсификациям. Однако, несмотря на то, что этот храм, этот комплекс монастырский находится под оккупацией, в течение нескольких лет совместными усилиями все мы стараемся изучать и попытаться сохранить как предыдущее состояние этого храма, его надписи, так, естественно, показать мировому сообществу эволюцию армянских фальсификаций, как в течение последних ста с лишним лет армянская сторона изменяла эпиграфику, надписи, каменную пластику этого храмового комплекса. И в этом деле, конечно же, очень нам серьезно помогает политолог Фуад Ахундов из администрации президентской, благодаря поддержке инициативы которого удалось обнаружить и доставить в Азербайджан, считавшись утерянной книгу Иосифа Арбели «Надписи Ганзасара и Хавацктука». Считалось, что эта книга не существует. Армянская сторона утверждала, что это ложь, что Иосиф Арбели, который, кстати, является первым президентом Академии наук Армении и был директором Эрмитажа, то есть очень влиятельный востоковед, ученый. Армянская сторона утверждала, что это ложь, что Арбели не издавал подобные книги, однако удалось обнаружить ее экземпляр, доставить в Азербайджан. И в итоге, благодаря зарубежным экспертам, ученым, удалось частично перевести те надписи, в первую очередь главную надпись Ганзасарского храма, которая помогла прояснить, доказать, что этот храм, эта культура относится к албанскому наследию, что этот храм построен, освящен католикосом Албании Нерсесом, что в этой надписи отражено, лигатуры, стилистика надписи, а также другие элементы эпиграфики, помогли нам четко доказать, что это наследие не имеет никакого отношения к армянской церкви Эчмиадзина, что это часть нашего культурного наследия. Была издана брошюра, прошла презентация, на которой принимали участие часть наших уважаемых гостей, которые сегодня здесь на конференции. Однако, к сожалению, на этом пока дело остановилось. За этот период армянская сторона наспех переиздала книгу Иосифа Арбели, о которой они говорили, что ее не существует так. При этом они, естественно, переиздали ее с вступительным словом, которым стараются опровергнуть все достигнутые нами реалии, то есть все, что мы достигли. Они в торопях эту книгу переизданную распространили по зарубежным библиотекам, начиная от библиотеки Конгресса США до ведущих научных кругов. И вот я считаю, что, к сожалению, на этом этапе, вот в этом вопросе, нам следует активизироваться, потому что тема Ганзасара и его наследие, она принципиально важная. Вокруг именно Ганзасара мы должны мобилизоваться для того, чтобы суметь дать отпор армянским фальсификациям и, как я отметил, выстроить свою концепцию, для чего нет нужды сочинять что-то, как армянская сторона. Есть эпиграфические материалы, есть фотографии, в том числе мы смогли в Национальном музее Грузии достать уникальные черно-белые фотографии XIX века, когда первые русские фотографы посещали регион, они фиксировали состояние Ганзасара. Потом у нас есть фотографии советского периода, надписи момента распада СССР и нынешний период, когда они уже сфальсифицировали. Более того, нам удалось достать фотографии двухлетней давности состояния ганзасарских надписей. Вот это все нам позволяет выстроить свою работу и доказать поэтапно, как армянская сторона фальсифицирует, и как эта технология фальсификации используется в борьбе против албанского наследия, против той культуры и истории, которая является частью нашей общей культуры наследия. Спасибо вам, спасибо, что вы слушали. Я надеюсь, что в дальнейшем, по итогам нашей конференции, мы сможем действительно нанести какой-то еще более серьезный удар нашим врагам, ну а самое главное, внести вклад в изучение нашей общей истории. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас. Большое спасибо. Очень обстоятельное вступление, содержательное. И насчет книги Арбели, я думаю, что нам надо всем ее еще раз перечитать. Ту редакцию, которую вы, благодаря уважаемому фаналину, остали. Я думаю, она будет переиздаваться у нас. Мы тоже очень надеемся, что она будет переиздана в оригинале. Не так, как армянская сторона, а именно так, как она есть. Но для этого нужно завершить ее полный перевод, чтобы мы поняли все эпиграфические надписи, которые были собраны Иосифом Арбели. Нешал. Спасибо. Спасибо. Конечно, было бы несправедливо, если бы мы обсуждали и Роберт Нобелли не выслушали бы. Роберт проделает большую работу. Я с ним был на конференции в Вене. Мы участвовали во многих мероприятиях. И я думаю, что его выступления более фактурные с точки зрения того, что он находится в этом селе онлайн. Отчаяние людей, которые там живут. И какие проблемы. Я думаю, что те проблемы, которые связаны именно с проблемой албанистики. Уважаемый Роберт Нобелли, я бы хотел, чтобы мы вас выслушали. Спасибо, Роберт Нобелли. Я бы хотел отметить из истории албанской апостольской автокефальной церкви. Я почему подчеркиваю албанская апостольская автокефальная церковь? Это очень серьезная. Это восточная церковь на территории современного Азербайджана и севера Азербайджана, Южного Дагестана. Это большая древняя церковь. Она апостольская, потому что это связано с апостолом Вархоломеем, Святым Елисеем. Она автокефальная церковь, потому что рукоположение духовных лиц было, как сказать, самостоятельно. Это не каждая церковь имела автокефальность. Албанская церковь была автокефальностью. Была своя епархия, были свои, как сказать, канонические территории. И самое главное, что в VI веке уже албаны, наши албаны, наши предки, уже имели Библию на родном языке. Она доказана была находкой на Синае, церкви Святой Катарины. Это дал толщок, сильный толщок к тому, что с принятием христианства в Кавказской Албании, это 313-314 год, уже начал работать институт перевода Библии на основе албанского алфавита на сто лет раньше алфавита, который создал мистер Рубмаштоп. Это очень исторический факт. Она доказана с переводом Библии. И вот эта находка переведена известными учеными, европейскими учеными и грузинским академиком Заза Алексеев. Она дала очень интересный толщок к тому, что если народ имел в VI веке перевод своей Библии на родной язык, когда церковь была апостольская церковь, автокефальная церковь, страна была очень богатая страна, потому что не каждый, не каждая страна, не каждый народ имел право на переводы. И, во-вторых, сама по себе папирус, полимсец, он очень был дорогой. И вот эта находка дает нам очень сильный толщок к возрождению албанской апостольской церкви на территории современной Азербайджана. Это очень мощный пласт, духовный пласт, христианский пласт. Она богат на всей территории Азербайджана. Это не только наш северный регион. Это богатейший пласт на горном Карабахе, который сейчас находится под оккупацией армянских боевиков, я бы сказал. Я бы еще сказал, этот пласт настолько богат, что он дает исторический толщок для азербайджанского народа. Потому что Азербайджан является правоприемником Кавказской Албании. Это страна, которая является прямым правоприемством Кавказской Албании. А Удинская паста, которую я представляю в Азербайджане, точнее Удина представляет в Азербайджане, является прямым, как сказать, наследником христианства Кавказской Албании. Это единственный этнос, который у нас сегодня сохранил христианство. И верность христианству Албанской церкви. Это было трудно, но мы сегодня сохранились. Сохранились, и мы еще на стадии возрождения той церкви, которой была апостольская церковь. Мы новую церковь не открываем. Вот, Иоанн, вы отметили сегодня 10 лет, я бы не сказал 10 лет. После распада СССР дал толчок возрождению Албанской церкви. Это более 20 лет. Вы помните, в 1999 году, в 2000 году конференция в Загулеве по международной конференции, когда ученый дал толчок именно к тому, что это наследие, это наследие наше, родное. Поэтому я бы сказал, что для нас наступило очень хорошее время возрождения той христианства наследия, на которой Азербайджан на сегодня является правоприемником. И я хотел, имея возможность выставить такую аудиторию, благодарить всех граждан Азербайджана, которые поддерживают нас, простых граждан. Для меня очень приятно. Раньше к нам в НИЧ приезжали очень много иностранцев. Сегодня в такое трудное время очень много молодых людей, азербайджанцев, которые приходят, заходят, и вот общаются, заходят в церковь, и даже свечи зажигают. Это приятно для нашей общины, что есть поддержка. Если бы не было поддержки, если бы не было бы той окружающей среды, как мы иногда все говорим о мультикультуральной среде Азербайджана, если бы не было мультикультурализма, мы не можем возродить эту церковь. Это историческая справедливость, которую мы возрождаем. И вот эта поддержка простых граждан для нас – это самый главный, самый богатый. Но я бы хотел отметить поддержку президента господина Хамалива, поддержку сегодня фонда Гейдара Лива. В трудные времена найти финансовую поддержку возрождения Албанской церкви. Это очень серьезный шаг. И для нас в день, конечно, для нашей общины – это дает еще раз, как сказать, поддержку тому, что мы на правильном пути, мы хотим воссоздать тот пласт Албанской церкви в Азербайджане и стать хозяевами этой церкви. Я еще бы хотел дать предпочтение тому, что если мы подходим к изучению наследия Кавказской Албании, наследия христианства Кавказской Албании, я бы хотел тут подойти к инновационной, потому что здесь докладчики, в основном историки есть, этнографы есть, антропологи. Я бы хотел тут подойти именно с философской позиции, как вот этот пласт, как этот духовный, как сказать, мир Кавказской Албании возродить, как это сделать. Я считаю, с моей точки зрения, как в виде тезиса, подойти к нему инновационной. Тут нам нужны специалисты истории, исторический аспект. Я бы сказал, тут самый один из главных вопросов историйской аспекты. Архитектурный, потому что все албанские церкви отличаются от армянской церкви, от грузинской церкви. Вот нам нужен хороший архитектор. Тут есть археологический аспект. Резмон Мяленовича прекрасно знает. Мы должны основаться на новых находках археологических. Там очень много информации, потому что как бы ни было бы, каким бы ни были бы мы изучали архивные материалы, мы можем ее не найти, но камни, археологические артефакты показывают очень, дают много информации в возрождении албанских. Этнографический материал, тут Мяленовича выступила, это один главный вопрос. Есть еще очень интересный фрагмент лингвистической характери. Вот когда я общался с известным, один из переводчиков Полимсеста, известным ученым из Германии, как сказать, Гиппертом, он очень прекрасную вещь мне подсказал. Если, говорят, мы все потеряли, если мы можем найти находки, язык это главное. В языке очень много. И поэтому поликонфессиональный, полиэтнический состав Азербайджана дает нам очень хорошую информацию. Народы, как раз представляющие именно Кавказской Албании, вот этот этнографический материал, сохранение в языке слов, в языке обычаев, традиций, нам дают тоже опять возрождение вот именно наследия Кавказской Албании. Тут есть теологический фактор. Почему вопрос теологического? Это особый фактор. Потому что албанские, кстати, элементы символа креста, элементы христианства отличаются от других соседних церквей. От сирийской церкви, от армянской церкви, от грузинской церкви. Они отличаются. Они очень отличаются. В архитектурном плане, как и лингвистический, так и в теологическом плане. Есть петрографический фактор. Вот опять, Рейзмамен очень хорошо знает. Каким бы ни было фальсификация албанских церквей, камни носят очень сильную информацию. Потому что при фальсификации используют новые камни. При фальсификации используют новый состав цемента. Он дает очень точный минералогический состав. Его невозможно повторить тот, как его рецептуру состава, который был в строительстве этой церкви. Вот эти факторы дают повод тому, что мы, если подойдем к научному подходу исследования наследия Кавказской Албании, если мы подойдем к нему инновационно, инновационный подход ученых разных специальностей, мы придем к этому очень серьезным итогам, итогом того, что албанская церковь, это является на сегодня апостольская церковь и автокефальная церковь, и эта церковь не имеет отношения к другим восточным церквям. Это древняя восточная церковь. И поэтому то наследие, которое насходит на территории современного Азербайджана, является наследием сегодняшнего Азербайджана. Мы сегодня должны гордиться, что у нас есть такое наследие, есть такой, как сказать, пласт, который мы должны, как сказать, изучать. Было в то время, это наследие отторгнуло от нас, особенно, когда выкреснили были с Кавказа Османская империя, Фарсистская империя, когда была доминанта Российская империя. И вот этот албанский пласт, албанская церковь была передана в Луноармянскую церковь. Все это началось с серьезным ударом по албанской церкви, по пастве албанской церкви, не по сути, иудинам, которые на сегодня, несмотря на все катаркризмы истории, сохранились. Я думаю, во времени, да, очень много уступали? Нет, нет, нет. Я сейчас так сокращу, потому что я слишком вошел в научный аспект этой истории. Это серьезно, потому что я почему инновационный подход хочу сделать, еще раз хочу подойти к этому. В последнее время я вижу, есть какие-то крен изучения албанистики, как в свое время допускали, в советское время, как допускали при царской России. И сегодня есть какие-то крены, находки, артефакты, которые хотят писать по своим рассуждениям. Любая находка, любые артефакты, любые, я бы сказал, архивные материалы надо изучать с позиции разных ученых. Это будет хорошая информация и даст толчок именно к историческим точностям, которые необходимы для нас в изучении вот этой албанистики. Я хочу еще раз подчеркнуть всем большое спасибо. И пользуясь моментом, хочу еще раз сказать, что именно на сегодня в Азербайджане ситуация очень, я бы сказал, в изучении Кавказской Албании идет поддержка, поддержка как главы государства, как поддержка правительственной организации, здесь я хотел бы отметить именно Центром Бакинского мультикультурализма это особая поддержка, поддержка структур, которые неправительственные организации, которые нам поддерживают. Сегодня, кстати, Элхамбан поддержал и сделал такую маленькую конференцию. Всем большое спасибо. Я думаю, в дальнейшем будет у нас встреча на высоком уровне, в научном, кстати, аспекте. И мы выступим именно с докладом каждый, как сказать, по своей, как сказать, научной направлении, как в истории, как в археологии, как в этнографии, как в лингвистике, как в, как сказать, христианской, кстати, теологии. Вам всем большое спасибо за внимание. И я думаю, что в дальнейшем, дай Бог, что мы могли встретиться, избавиться от этого COVID-19, мы могли бы увидеться очно на площадке международной конференции. Всем большое спасибо. Спасибо вам, Тобер, Меллен. Очень ценно вы начали углубляться. Там огромный пласт, который надо исследовать, вам рассказать. Но я думаю, что у нас будет возможность более профессионально, как говорил Раван Меллен, по конкретной теме обсуждать и работать в этом направлении. очень важный фрагмент информационного обеспечения, потому что все, что мы делаем, надо представлять два фронта. И внутренний фронт надо людям объяснять нашим, нашу историю, потому что каждый день история вносит нам новые элементы, которые мы должны понимать, и люди, наши молодежи, и все старшие поколения, все должны. Есть внешние факторы. На внешнем фронте сложнее, потому что там разные течения, разные структуры. Все хотят использовать эту тему в своих целях. Но я хочу предоставить слово заместитель генерального директора Юльнарихану Мамедзаде, потому что информационное обеспечение и тема мультикультурализма для нее очень важная тема. Она известный политолог, и я думаю, что если предоставим слово, это будет к месту. Юльнарихан, пожалуйста, скажите по теме. Спасибо, Ильхан Далим. Очень важно, что сегодня в работе нашей конференции принимают участие представители и научных кругов, и медийных, и экспертных кругов, потому что предшествующие выступающие уже отмечали, насколько Азербайджану важно доводить свою точку зрения как в широком информационном пространстве, очень важно доводить точку зрения Азербайджана, как через призму исторических каких-то процессов, историческая наука, историография, очень важно доводить до широкой международной аудитории. В частности, Роберт Мялин говорил о введении инноваций, Резван Мялин касался этого вопроса, руководитель центра мультитурализма, потому что мы действительно находимся в состоянии информационной войны, осуществляется посягательство на историческое, на культурное наследие Азербайджана. И Азербайджану, вот Резван совершенно верно отмечал, не надо ничего выдуматься, Азербайджану просто важно обосновать свою точку зрения и преподнести ее широкой международной аудитории. И для этой цели действительно очень важно объединить усилия и медийных кругов и представителей научного и сообщества. Очень важно создавать онлайн-платформы, очень важно интернационализировать международные конференции, выходить на уровень диалога с представителями международного сообщества других стран. Очень важно, чтобы богатое наследие Кавказа и Албании оно получило в международных кругах аргументированное и поддержанное на всех уровнях закрепление за Азербайджаном, потому что по праву Кавказская Албания это культурно-историческое наследие Азербайджана. Также очень важно безусловно вот сейчас фактор мультикультурализма имеет очень большое значение для азербайджанской государственности и фактически это важная составляющая государственной политики Азербайджана. Азербайджан блогонациональное поликонфессиональное государство. И вот даже фактор общины, которое сегодня Удинская община представляет Роберт Налем является очень важным подтверждением. И сегодня мы видим, как информационно оппонирующая нам Армения, посягающая на нашу территорию, на наше культурно-историческое наследие, создает массу фейков, пытается зазвивать и этнических фактор. В Азербайджане нет понятия каких-то противоречий во взаимоотношениях между представителями различных культур, различных религий. И вот такого рода транслировать нашу позицию и реальную ситуацию, которую имеют в Азербайджане и в плане мультикультуральной политики доводить дошелок аудитории. Я думаю, что их онлайн-ресурсы, где мы соединим возможности информационных технологий и возможности нашего научного сообщества, чтобы мы могли бы на различных языках транслировать нашу позицию, пропагандировать наше культурно-историческое наследие, нашу руку международной аудитории. Сегодня наша встреча это своего рода рабочая встреча. Я думаю, что когда обстоятельства позволят, мы можем встретиться уже и в оффлайн-формате для того, чтобы действительно уже проработать на техническую основу тех проектов, совместных проектов, которые мы можем в дальнейшем развивать. Я благодарю всех участников конференции. Я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Фульнар Хану. Информационное обеспечение очень важный элемент, потому что на нас со всех фронтов сливают дезинформации, фейки, ложь. Нам надо держать свою линию, свою правду держать. Я думаю, что у нас правда. Мы, конечно, все это выдержим. Мену стешекерию создавали. Я думаю, все это выдержит. Продолжение следует... 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 Я могу на своей площадке, на нашей площадке, информационное агентство всегда готово это публиковать. Спасибо за поддержку. Спасибо. Потому что проводить ученого Академии наук Азербайджана в России празднование, это немножко толханурбзя. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...